Христос Воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня, 9 апреля, в понедельник Светлой Седмицы, Православная Церковь совершает память преподобного Иоанна Прозорливого Египетского. Святой Иоанн Прозорливый родился в начале IV века, жил в городе Ликополе, Среднеегипет, и был плотником. В возрасте 25 лет он ушел в монастырь, где принял монашеский постриг. В течение 15 лет преподобный Иоанн подвязался в разных обителях. Потом, желая полного уединения, удалился в Фиваиду на Волчью гору. В уединении святой Иоанн провел 50 лет, никогда не оставляя места своих подвигов. С приходившими к нему людьми он беседовал через небольшое окошко, через которое принимал и приносимую ему скромную пищу. Преподобный Иоанн уже после 30-летнего пребывания в затворе сподобился от Бога благодатного дара прозорливости. Так императору Феодосию Великому он предсказал победу над его противниками, Максимом и Евгением, и победоносную войну против галлов. Многим навещавшим его он предсказывал события их жизни и давал наставления. Святой подвижник раздавал приходившим больным освященный елей, помазуясь которым они исцелялись от различных недугов. Преподобный Иоанн предсказал иноку Палладию, описателю его жития, что он будет епископом. Предсказание прозорливца исполнилось, и Палладий был поставлен епископом в Вифине, Малой Азии. Преподобный Иоанн в своих наставлениях заповедовал прежде всего иметь смирение. Подражайте по мере сил ваших добродетельной жизни святых отцов, и если исполните все, то на себя не уповайте и собою не хвалитесь. Есть много таких людей, которые, достигнув совершенства в добродетели и возгордившись, не спали с высоты в пропасть. Тщательно наблюдайте, усердны ли ваши молитвы, не нарушена ли чистота сердца вашего, не занят ли ум ваш посторонними мыслями во время молитвы. Наблюдайте, всею ли душою своею вы отверглись от мира, не ходите ли наблюдать за чужими добродетелями, тщеславясь в то же время своими собственными добродетелями. Заботитесь ли о том, чтобы представить собою добрый пример прочим людям? Смотрите, не возомните себя праведными, не возгордитесь каким-либо своим добрым делом. Смотрите, чтобы во время молитвы вам не приходили в голову мысли о вещах мирских, потому что нет ничего безрассуднее, как устами беседовать с Богом, мыслью же быть далеко от Него. Это часто случается с теми, которые не столько отрекаются от мира, сколько заботятся о том, чтобы угодить миру. Человек, помышляющий о многих вещах, предается попечениям о мирском и тленном, Но, предаваясь попечению о мирском, человек не может уже духовными своими очами видеть Бога. Человеку, всегда помышляющему о Боге, должны быть чужды мысли о всем суетном. К тому же человеку, который достиг некоторого познания Бога, полного познания Бога никто не может достигнуть, открываются тайны Божьи, и он видит будущее, как настоящее, и, подобно святым, творит чудеса, и получает по молитве своей все, что не попросит от Бога. Любите безмолвие, чадо, пребывая всегда в богомыслии и моля всегда Бога о том, чтобы Он даровал вам ум чистый, свободный от греховных помыслов. Достоин похвалы, конечно, и тот подвижник, который, живя в мире, упражняется в добродетели, оказывая странноприимство или подавая милостыню, или помогая в трудах другим, или пребывая постоянно без гнева. Такой человек достоин похвалы, потому что пребывает в добродетели, исполняет заповеди Господни, не оставляя и земных дел. Но лучше того и достоин больше похвалы будет тот, кто, пребывая постоянно в богомыслии, от вещественного восходит к невещественному, предоставляя вещественное попечению и заботе других, сам же стремясь к небесному, постоянно предстоя пред Богом, отрешившись от всего мирского и уже не привязываясь снова к миру попечениями о земном. Такой человек близок к Богу, которого он прославляет непрестанно в молитвах и псалмопениях. Этими и подобными спасительными поучениями, назидательными рассказами и примером равноангельской жизни преподобный принес много духовной пользы людям. Преподобный Иоанн Египетский дожил до глубокой старости и отошел ко Господу в 395 году в возрасте 90 лет. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, мученицы Матроны Солунской, Фессалоникийской, мучеников Мануила и Феодосия. Всех, кто носит эти святые имена, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Пусть воскресший Христос Жизнодавец помолит вам ваших небесных покровителей, дарует вам здравие телесное, спасение душевное. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Воистину воскресе Христос! Воскресенье, Пасха Великая, Несказанная радость души И на сердце любовь многоликая, О которой воспеть поспеши, Совершилось грехов искупления, Мы изъяты от смерти и тли, И от рабства греха избавления, Льется песня до края земли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok